Для того, чтобы зачать ребенка, не нужно заниматься сексом каждый день. Достаточно вести половую жизнь с частотой один раз в три дня. Я не согласен с этим, потому что чисто математически это не так. Здесь часто врачи путают некоторые вещи. В бесплодии принято делать анализ эякулята, то есть анализ спермы мужчины. И по рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, по стандарту мужчина должен воздерживаться от двух до семи дней перед сдачей спермы для анализа. Ну, упрощенно, часто говорят, от трех до пяти дней воздержания. Делается это для того, чтобы в разных лабораториях мира как-то стандартизировать результаты. Потому что количество сперматозоидов, их подвижность сильно зависят от времени воздержания. Тут как бы палка о двух концах. Чем дольше мужчина воздерживается, тем больше у него объем эякулята, тем больше у него количество сперматозоидов. Но подвижность у них снижается. Чем меньше воздерживается мужчина, тем меньше у него спермы, меньше сперматозоидов. Но подвижность зато очень хорошая. И внешний вид сперматозоидов хороший. Ну вот ВОЗ поэтому выработал средние параметры, чтобы мужчина воздерживался от двух до семи дней, для того, чтобы в разных лабораториях мира можно было стандартизировать результаты. Часто врачи неверно интерпретируют, как будто это оптимальное время для зачатия. И говорят, что вот воздерживайтесь, не надо каждый день, а вот раз в три дня. Нет. Это имеет отношение исключительно к стандартизации спермограммы, к стандартизации медицинского анализа. Для зачатия важно, чтобы половой акт происходил в дни овуляции. Овуляция вообще занимает один день, но поскольку в быту женщине сложно узнать этот день, мы можем только узнать период, то обычно говорят период овуляции или дни овуляции. Вот в эти дни овуляции имеет смысл половой акт для достижения зачатия. И в эти дни овуляции я считаю, что половой акт должен происходить ежедневно, потому что эти сперматозоиды, они, как я уже рассказывал сегодня, сохраняются долго, ну три дня они сохраняются в маточной трубе у женщины. Поэтому как бы... А тут мужчина будет каждый раз свежую порцию добавлять. Поэтому я считаю, что это миф. Я слышал о так называемых даосских практиках, когда мужчина во время... Ну, обычно это ритуальный секс, то есть тантрический секс, задерживает эвуляцию. Благодаря этому половой акт происходит долго, возбуждение накапливается, и по утверждениям адептов этой методики оргазм происходит более яркий и красочный. Я сам не практиковал, поэтому сказать ничего по этому поводу не могу, но думаю, с медицинской точки зрения, что искусственное прерывание оргазма, задерживание оргазма может в ряде случаев приводить к проблеме так называемой ретроградной эвкуляции. Ретроградная эвкуляция – это когда в момент оргазма сперма выбрасывается не наружу, а в мочевой пузырь. В результате мужчина испытывает оргазм, половое удовлетворение, но сперма из полового члена не выделяется. И дальше мужчина не может это уже контролировать, то есть у него постоянно при оргазме сперма забрасывается в мочевой пузырь. С точки зрения бесплодия – это проблема бесплодия. И в клинике ЭКО обращаются такие супружеские пары. В большинстве случаев ретроградная эвкуляция вызывается не психологическими причинами, не потому, что мужчина прерывал искусственно эвкуляцию. А в большинстве случаев это связано с сахарным диабетом и атрофией иннервации, атрофией нервов паховой области. Тем не менее, такая проблема существует. В этом случае нам необходимо выделять сперматозоиды из мочи и, соответственно, оплодотворять яйцеклетку сперматозоидами из мочи. Моча губительно действует на сперматозоиды, поэтому нужно действовать быстро, хорошо отмывать сперматозоиды. Но такая вот проблема существует. И в клиниках ЭКО мы с ней сталкиваемся.